Новая рабочая неделя началась с коммунальной аварии. Рано утром в единую диспетчерскую поступило сообщение о разрыве трубопровода на территории завода «Энергомаш». Диаметр трубопровода 500 мм. Сейчас ведутся ремонтные работы по восстановлению работоспособности трубопровода. Ремонтные работы планируется закончить в 15 часов ориентировочно. Задействовано 5 единиц техники и 16 человек ремонтного персонала. В результате происшествия без тепла остались 6,5 тысяч ивановцев, жильцов более чем 80 домов. В 15-ти градусный мороз это могло стать серьезной проблемой для города. Но не стало. Экстренные службы среагировали вовремя. Циркуляция теплоносителя была прекращена сразу после аварии. Горячая вода и система отопления зданий не сливалась. Поэтому и тепло в квартирах и учреждениях соцсферы, а их в зоне происшествия 4, оставалось. Температура в квартирах, по нашим данным, сейчас 18-20 градусов. Квартиры и сети внутридомовые не разморожены. В управляющей компании предприняли тоже все меры ночью еще для того, чтобы слить систему, для того, чтобы данные дома, сети внутридомовые не были разморожены. Поэтому ситуация под контролем. Надеюсь, как можно быстрее мы проведем аварийно-восстановные работы и в домах наших граждан поедет с тепло. К ликвидации последствий аварии были брошены все силы и уже к полудню трубу удалось залатать. Все это время ситуация находилась под контролем сотрудников МЧС. По домам были развешаны объявления. Мы дали объявление на Аксион, дали объявление на телеканалах, бегущей строкой, чтобы жителям было понятно, что происходит. Значит, наши представители прибыли в социально значимые объекты. Это одна школа, три детских сада. Для того, чтобы узнать там температуру. То есть, по квартирной проходят обходы. Это силами Государственной противопожарной службы и Государственного пожарного надзора. Несмотря на то, что энергетики отделались малой кровью и последствия удалось устранить, аварии заинтересовалась прокуратура. Надзорный орган взял происшествие под контроль и намерен провести проверку по данному факту. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.